добрый вечер друзья присоединяйтесь думаю будет интересный прямой эфир мы уже сегодня вернулись в 6 утра уставшие на довольные счастливые как говорится я уже дома в киеве хочется с вами поделиться впечатлениями и поднять одну очень немаловажную тему поэтому я хочу чтобы сейчас было немножечко больше людей для того чтобы не повторяться и все могли меня услышать мы в топ эфире это прекрасно давайте же начнем наш разговор ну во первых это было конечно незабываемая поездка в буковель мне очень понравилось я там была впервые первый раз в жизни вообще стала на лыжи и вообще узнала как они надеваются как на них стоять и вообще ну вот все для меня было впервые в жизни я думаю каждый из вас с этим рано или поздно сталкивался я увидела много всего интересного и мне захотелось обратить ваше внимание на сначала под фотографии под постом до своим задала вопрос знаете ли вы о безопасности и правила поведения лыжника я думала будет реально много комментариев я реально думала что у будет много людей которые подключатся и которые серьезно отнесутся к моему вопросу но к сожалению больше как бы всем захотелось с юмором написать что-то например главное правило не трогать желтый снег я вы знаете человек с хорошим чувством юмора и как бы это все классно и замечательно если не говорите о каких-то более серьезных и важных вопросах мне не хотелось не шутить не юморить не как-то развивать эту тему не в ту сторону хочу чтобы просто правильно поняли и потом я в stories также провела соцопрос задала вопрос как вы считаете можно ли выпить глинтвейн и и потом стать на лыжи и поехать почему-то большинство людей решила что можно потом я задала вопрос точно такой же только можно ли садиться за руль автомобиля и тут уже большинство людей подключилась что нельзя так вот друзья я не могу понять неужели вы не можете сопоставить вот эти две параллели глинтвейн является алкогольным напитком на основе вина который подается в горячем виде со специями я кстати написала такой большой большой пост и потом случайно его stories удалила мне так стало обидно и я там вложилась всеми мыслями а потом я как-то не туда нажала короче и все удалила все пропало как говорится мне стало так обидно поэтому я решила выйти в прямой эфир чтобы вживую как бы поговорить с вами на эту тему я не могу понять одного неужели вы не понимаете что лыжи и автомобиль это это и то и другое является определенным видом транспорта я считаю что глинтвейн вы можете выпить но допустим там после того когда покатаетесь получите хорошее впечатление эмоции там но не в момент когда вы выпили глинтвейн алкогольный напиток а потом становитесь на лыжи и съезжаете с горки это небезопасно если бы я не попробовала что такое лыжи на себе я возможно бы не говорила бы на тех эмоциях на которых нужно было бы я не умею ездить не умею кататься эти два дня я была с инструктором человека как бы находился со мной рядом наблюдая разную картину во первых мы сначала тренировались на горке где тренируются дети с первым инструктором ну мне кажется я получила и мои девочки с которыми мы катались мы получили не полностью весь инструктаж который можно было бы пройти и это очень плохо например была такая ситуация когда мы первый раз начали учить плуг да это когда вот в сторону так вот по диагональке вот хотя бы в сторону вот так вот съехать и остановиться в какой-то момент так получилось что я все делала правильно а потом меня просто развернула я начала задом съезжать с горки вниз мне стало так страшно и начала кричать я не вижу я не знаю как остановиться мне никто не сказал как остановить лыжи я реально не знал я знаю как останавливаться когда ты едешь впереди что нужно пяточки в стороны и как бы ты тормозишь ну я по крайней мере вперед тормозить я научилась слава богу вот но когда я начала съезжать вниз я поняла что я не знаю что делать я не знала как остановиться. Вы все мне писали по поводу моего красивого розового комбинезона, что он такой классный, где его купить. Во-первых, такого уже, по-моему, нету. Я не помню точно, откуда он у меня. Во-вторых, он у меня где-то два года или что-то в этом роде. Он был очень узкий, как бы мал мне немножечко в бедрах. В общем, это не тот горнолыжный костюм, который должен быть, потому что даже с ним я не могла правильно упасть, когда нас учили, что если что-то идет не так, аккуратненько на бок как-то упасть. В общем, как бы одета была не совсем правильно. Как бы это безопасности и моя, и окружающих людях. Я это уже осознала и поняла только в процессе, когда это начало все происходить. Для чего я это все рассказываю? Для того, чтобы поделиться своим личным опытом, чтобы многие из вас задумались о безопасности и чтобы люди немножечко, те, которые ответили, что Глинтвейн можно пить, а потом становиться на лыжи и ехать, задумались о том, что, возможно, они неправильно ответили. Я ни в коем случае никого из вас не ругаю, я ни в коем случае там никого не отчитываю, либо чему-то не учу. Я просто решила поделиться своим опытом. Простите, пожалуйста, я сейчас не могу читать ваши комментарии. Я хочу как бы высказать всю полностью свою мысль. На время я, наверное, их отключу, если вы не против, а потом мы как бы продолжим с вами общение. Сейчас я отключу комментарии. Вот, я просто хочу, чтобы вы меня, ребят, пожалуйста, внимательно послушали, и я отвлекаюсь на комментарии, у меня как бы мысль уходит. Так вот, я не знаю, каким чудом, у меня просто одна лыжа отстегнулась, и я потом смогла аккуратненько как бы на бок упасть. В этот момент как бы не было даже инструктора. Ну, как бы то, что меня очень сильно удивило. Инструктор остался с девочками там наверху, кто-то спустился вниз, кто-то остался наверху, а я в этот момент съезжаю и кричу «А-а-а! Остановите как-нибудь!» В общем, как бы и смешно, и не смешно, с одной стороны. На следующий день, когда мы уже, ну, как бы получили какой-то свой определенный опыт, мы не очень хотели там с некоторыми девочками становиться на лыжи, потому что нам было страшно, ну, правда. Но нам попались очень два классных инструктора, и так получилось, что из всей группы поехала кататься я и еще одна девочка Аня. И так получилось, что и ей, и мне достался инструктор, за что я очень благодарна, потому что ребята очень классные. Сначала мы опять вернулись на эту детскую горку, наши инструктора посмотрели наши возможности, что мы знаем, что мы не знаем, немножечко что-то попробовали, а потом меня мой инструктор решил поднять на горочку, которая была рядом, и которая километровая, и которая с другими склонами, да, как это правильно сказать, все. Мы поднялись на подъемники, и я поняла, что мне реально очень страшно. И я говорю, что я, вот мы сейчас попробуем как-нибудь спуститься, и все, я больше на нее не поднимусь. Он говорит, подожди, Лен, ты сначала попробуй, я с тобой рядом, не переживай, я подстрахую. Меня колотило вот так сердце, в какой-то момент я реально, у меня просто были слезы на глазах, он меня успокаивает. Говорит, Лен, доверься мне, я твой инструктор, все нормально, я подстрахую, не нужно сейчас паниковать, не нужно панику включать впереди себя, ты должна себе точно так же доверять, похвали свои лыжи, скажи, какие они у тебя хорошие, какие они молодцы, все у тебя получится. Я действительно на этой горке несколько раз спускалась, это было, это такой адреналин, это вообще, это даже состояние, наверное, какого-то шока было, и в то же время и удовольствие, и эмоции. И что я хотела сказать? Люди, которые только учатся, которые там даже не то, что как я два дня на лыжах стояли, а кто-то даже, может, чуть больше, кто-то чуть меньше, там много детей, много новичков, много людей с инструкторами, поверьте, вы никогда не знаете, как лыжи или как горка, или как вы, ну, как все это может обернуться. Расскажу вам один момент, который произошел. В какой-то момент меня просто начало резко нести, я не справилась с управлением с лыжами. И я реально понимаю, что я набираю скорость, я пытаюсь объезжать людей, столбы, там вот все, что по возможности, мне стало очень страшно. Мой инструктор, он не знал, с какой стороны ко мне подъехать, потому что либо он бы подрезал и сбил бы меня, потому что скорость увеличивается, либо как бы, ну, он сзади меня, как бы рядом находясь, объезжая, все время говорил, Лена, тормози, Лена, тормози, потихоньку. Ну, то есть он старался мне помогать словами. Я понимаю, может быть, это странно как бы звучит, может быть, кому-то покажется, что нужно делать какие-то действия, но поверьте, в этот момент я лично понимала, что лучше передо мной, чтобы никого не было. Потому что, ну, реально, ты сбиваешь человека, если ты не можешь затормозить. Слава Богу, как я раньше сказала, я научилась тормозить. Я все-таки справилась с управлением. Я в какой-то момент остановилась, выдохнула. Мне было очень страшно. И меня трусило, потому что рядом и дети, и женщины, и девушки, и мужчины, и молодые люди, и кто угодно абсолютно разного возраста и так далее. Я реально очень сильно испугалась за то, что я просто могу в кого-то врезаться. Это очень травмоопасно. Одна девочка из нашей группы вообще сообщила о том, что, как ей сказали, что на днях, ну, то есть, поймите правильно, мне эту информацию как бы передали, да, то есть, как бы, как ей сказали, так она сказала мне. Это не то, что там, я утверждаю, что так было. Что недавно в Буковеле пару дней назад, я так понимаю, сбили насмерть семью. Человек врезался в людей. Человек, который врезался, остался жив, а те, кого он сбил, они насмерть. Я не знаю подробностей, я не знаю, как это произошло. Мне просто вот сказали такую информацию. И меня это очень взбудоражило. Почему я подняла вопрос, знаете ли вы технику безопасности и поведения лыжника. На примере того, что даже лично при мне одна девушка получила травму. Мы спускались с инструктором вниз. А, нет, мы сначала поднимались на подъемнике, увидели, что лежит девушка. Возле нее несколько человек. Мы сначала не поняли, что произошло. Но потом мы спускались вниз. Они продолжали находиться с ней. Потом как бы спустилась группа медиков с надувными как-то... Надувная подушка, кровать, как это правильно, я не знаю, называется. Спускались вниз для того, чтобы ее, так сказать, с этой горки забрать. Это было очень страшно, поверьте. Потому что ты понимаешь, что лежит человек, ты не понимаешь, насколько серьезная травма. Потом уже мне сказали, что у нее что-то с ногой. А человек лежал просто без движения. Вот просто... Ну, как бы... Ну, это страшно наблюдать со стороны люди, которые хоть раз были на горнолыжном курорте. Они могли наблюдать разные картины, которые происходили. Абсолютно разные. Я хочу вернуться к вопросу, который я задала в сториз. Не хочу, как бы... Я очень надеюсь, что с этой девушкой все в порядке и нету чего-то супер там плохого. А, кстати, еще одна история. У нас в группе так получилось, что на... Есть несколько видов подъемников, есть такой тросик, и там такие вот пластиковые ручки, на которых ты поднимаешься, да? Ну, это как бы маленький такой подъемник. И у нас одна девочка, к сожалению, небольшую травму получила со связками. Короче, ее подбила вот эта вот ручка с этого подъемника, и она упала неудачно. Вот. Тоже, опять же таки, понимаете, мы до конца не знали как бы ни техники безопасности, ни рядом не было человека, который мог бы там подстраховать. У кого-то лучше получается, у кого-то хуже, разные ситуации. И вот, когда она попала в травмопункт, чтобы просто вы понимали, откуда я это знаю, я говорю, травмированных было много. Она мне говорит, что было несколько человек, и в том числе была девушка в положении, беременная девушка с угрозой срыва беременности. Вы меня извините, конечно, но что у людей в голове, когда они, будучи беременны, в положении, я не осуждаю ни в коем случае, но я просто не понимаю, идут кататься на лыжах. Я не понимаю. Стоял вопрос, она еще из Молдовы, стоял вопрос, как ее отправить, во-первых, в больницу, чтобы сделать все необходимые анализы, проверить и, возможно, положить на сохранение. Я не знаю, что люди думают в этот момент. Ребят, я просто еще раз хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Давайте оставим юмор. Давайте отнесемся к этому вопросу серьезно. Мы можем шутить, ну, как бы под другими постами, там, видео и так далее, когда у меня лопнули на попе штаны, порвались. Мы можем это обсудить и посмеяться над этим. Но, пожалуйста, когда идет вопрос о безопасности, как я увидела о том, что большинство людей даже не знают правил, но только одна девочка более-менее там написала. Мне очень понравилось, что она серьезно отнеслась к этому вопросу. Если вы меня смотрите, спасибо вам огромное за это. И вот теперь смотрите, я сделала первый пост. Вот. Как вы считаете, можно ли пить глинтвейн, алкогольный напиток, потом спускаться с горки на лыжах? Безопасно ли это? Да, можно, либо нет. И, чтобы вы понимали, большинство людей проголосовало, что да, можно. Потом я делаю следующий пост с похожим вопросом. Как вы считаете, можно ли пить глинтвейн, алкогольный напиток, а потом садиться за руль автомобиля? Безопасно ли это? Да, можно, либо нет. Все то же самое, только я спросила не о лыжах, а о автомобиле. Большинство людей ответило, что нет, нельзя. Но некоторые умудрились ответить, что да, можно. Причем я не уточняла количество выпитого глинтвейна. Вы же понимаете, что человек может выпить, ну, я не знаю, один стаканчик, два стаканчика, три стаканчика. У каждого переносимость разная. Кто-то может выпить два глоточка и уже опьянеть, кто-то выпить один стаканчик, опьянеть, кто-то может выпить больше и уже быть пьяненьким. Вино подогревается, градус повышается, бьет в голову еще больше. У каждого свой организм. И вы представляете теперь, насколько это небезопасно, спускаться под воздействием алкоголя с горки на лыжах, когда лыжи, поверьте, более неконтролируемым человеком, особенно если вы только учитесь этому, если вы только ученик, или даже если вы считаете себя, не знаю, опытным лыжником, все равно это небезопасно, потому что рядом находятся разные люди. Опять же-таки повторюсь, маленькие дети, взрослые, подростки, абсолютно разное количество людей. Сейчас очень много людей отдыхают в Буковеле, и не только, и за границей, в общем, сейчас разгар горнолыжного сезона, и это очень небезопасно. Я на себе прочувствовала, когда ты можешь потерять, я не пила глинтвейн, сразу повторюсь, чтобы никто мне там не начал писать. Вот, я просто привела к примеру, потому что мне под постом написали, что типа можно выпить глинтвейн. И я вот как бы задалась вопросом, как вы считаете, то есть, ну, как бы узнать ваше мнение. Я, спускаясь на лыжах, просто поняла, что у тебя может всё получаться, а в какой-то момент что-то может пойти не так. Слава Богу, я вовремя остановилась, я никого не сбила, никто не врезался в меня, хотя, когда мы с инструктором спускались уже вниз, ближе к подъёмнику, чтобы подняться заново, меня подрезал молодой человек, и мне даже инструктор сказал, что он как раз был сейчас неправ, потому что он вас подрезал. Я, кстати, сделала замечание, на что пошла реакция такая, хи-хи-ха-ха, но всё же хорошо, но типа мол в таком роде. Ребят, если повезло, то всё хорошо, да, а если бы что-то пошло не так, вот как девочка, которая, извините, я так понимаю, что у неё перелом ноги, или когда девушка в положении, но она, конечно, сама несёт ответственность за себя в первую очередь, или когда ни в чём невинная семья, катаясь, спускаясь на лыжах, и кто-то потерял контроль и съехал с горки. Горки разные, есть разные классы, и разные трассы есть. Есть трасса синяя, красная и чёрная. Сначала идёт синяя, потом идёт красная, потом идёт чёрная. Я на этих горках я даже не спускалась. Мы спускались на километровые, на которые спускаются все и ученики, и те, кто уже там ранее становился на лыжи и так далее. Я понимаю, эта тема может показаться кому-то там неважной или неинтересной, либо скучной, но я очень хочу достучаться до ваших сердец, до ваших мыслей, для того, чтобы вы правильно понимали. Когда ты ведёшь автомобиль, ну ты хотя бы едешь по ровной траектории. Да, находятся люди, которые могут подрезать тебе и так далее. Ты, ну, конечно, полные идиоты, которые считают, что они там шумахеры и могут справиться с управлением лучше, но ты не знаешь, что в голове у другого человека. Но на лыжах не менее небезопасно. Понимаете, на лыжах ты вот так просто на тормозах, как в машине, ты не нажмёшь. Там, ну вот действительно, я пыталась тормозить, и другие люди вот тоже. Не всегда получается сразу остановиться. Ну, должно пройти какое-то время, там, я не знаю, расстояние. Их всё время заносит. Это же снег, лёд. Вы же понимаете, погода разная, скользкая дорога, может быть, наклон более крутым. Понимаете, вы же не по ровной поверхности съезжаете. И лыжники все прямо не едут, как машины. Они маневрируют вот так вот. Понимаете? Поэтому, ребят, я включаю комментарии, хочу услышать ваши мысли. Я очень надеюсь, что я переубедила тех, кто ответил, что да, пить можно. Я надеюсь, что я убедила вас в том, что пить всё-таки нельзя. Если вы хотите выпить Глинтвейна, то уже в своей компании спокойно где-нибудь после того, когда вы проедетесь на лыжах. Пожалуйста. Так, включаю комментарии. Ну, понеслась. Давайте, разносите уже свои мысли. Может быть, кто-то, конечно, со мной и не согласится сейчас. Может быть, кто-то начнёт сейчас мыслить по-другому. Но я очень хочу, чтобы вы правильно меня поняли. Мне не всё равно ваша безопасность. Мне не всё равно безопасность собственная. Мне не всё равно вообще. Я хочу, чтобы вы правильно меня услышали. Очень познавательный эфир. Согласна. Привет. Я очень надеюсь, вот честно, вот есть такие здесь люди, которые ответили, что да, Глинтвейн, пить можно, потом оставаться на лыжи и ехать. Вот есть тут эти люди. Вот просто признайтесь честно. Переубедили. Восхищаюсь вами. Спасибо. Вот просто сознайтесь, есть тут такие люди или нет. Правильно, тема мне понравилась. Я мелкая, поэтому не пью. Правильно, я с вами согласна. Пусть профессионалы катаются, там красные дорожки. Лен, очень красивая, спасибо. Полностью согласна. Я ответила. Наташенька, я очень надеюсь, что теперь вы думаете по-другому. Да, я ответила, да. Но вы переубедили. Спасибо вам огромное. по технике безопасности была в Банске, никто ничего не объяснял, кроме как надо падать правильно. Я тогда была подростком, немного значения придавала правилам, сейчас понимаю. Спасибо большое, что вы меня услышали, друзья, правда, очень. Я вам безумно благодарна. Ни в коем случае нельзя пить. Вы дали, вы делали страховку на лыжи. Нам, в нашей группе делали страховку, у нас была. Меня переубедила. Привет, хорошая тема, ты умница. Да, Лен, те, кто пьет, и те будут пить при любых условиях. Лена, ты супер, я согласна. Я голосовала за Глинтвейн. Я надеюсь, что вы теперь просто понимаете, что под воздействием алкоголя можно потерять контроль не только при управлении автомобилем, но и при управлении другим транспортом, в данном случае лыжи, либо сноуборд. Я выбрала вариант, да, но мнение уже поменялось. Спасибо. Я ответила, да, но поняла, что не права. Привет, имею в виду, Кристина, что? Не поняла. Я думаю, что не нельзя пить в автомобиле и на лыжах, и согласна с вами. Да, теперь по-другому была не права. Спасибо, Елена. Но после эфира поняла, что лучше не нужно. Алкоголь это всегда зло. Можно привет? Да, привет вам. Когда там отдыхаешь, меньше всего людей интересно. Да, друзья, вот очень много пошло комментариев, простите, пожалуйста, просто от усталости. Не могу все это прочитать, очень устают глаза. Я хочу, во-первых, каждого из вас поблагодарить, кто честно признался в том, что ответил «да». И я смогла вас переубедить, я смогла достучаться до вас. Спасибо вам огромное, что вы правильно меня поняли. Некоторые в комментариях позволили себе назвать меня злой. Я не злая. Я переживаю за вас в первую очередь. Я хочу, чтобы люди, которые ездят на курорты, неважно, на горнолыжные либо какие-то другие, всегда думали не только о себе, как им хорошо и весело и задорно, а думали о других людях, которые находятся рядом. Ведь в любой момент может произойти беда. Этот процесс мы можем предотвратить сами, остановить. Если мы будем хотя бы хоть немножечко внимательными друг к другу, к моим словам, которые я говорю, вы привыкли видеть меня веселой, задорной, смешной, возможно, где-то какой-то дурочкой, глупенькой, и так далее. Но есть моменты, где я бы не хотела смеяться, хихикать, усипусничать и так далее. Я хочу говорить с вами серьезно на серьезные темы, чтобы вы это все осознавали и понимали. Я очень рада, что я смогла переубедить очень большое количество людей в том, что вот такой отдых с Глинтвейном лучше оставить где-нибудь вне процесса катания. потому что, ну вот правда, истории могут быть абсолютно разные. И я уверена, что большинство людей, которые ездят на курорт и наблюдают такие процессы, когда люди получают травмы. Я бы не хотела, что... Вот знаете, вот мы можем посмотреть, о, человек получит травму, по сочувствию, по жалению, и все, и потом забыть об этом, и продолжать дальше отдыхать. Я приехала с этого отпуска, так сказать, мини-отпуска, уикенда, да, с такими мыслями, что это мой долг и моя миссия напомнить вам, что не нужно забывать о правилах безопасности. До меня это донес мой инструктор, за что я ему безумно благодарна. Микола, я вас слухала очень уважно, я вам очень вдячна за это. Спасибо, правда, огромное. Я очень надеюсь, что я все-таки смогла переубедить многих сегодня людей в том, что перед тем, как ответить на какой-то вопрос, нужно еще и подумать немножечко. Спасибо вам огромное, друзья, правда. Ну, я не хочу никого обидеть, я не хочу кому-то показаться там злой или какой-то не такой. Я не злая, я больше в данном случае переживаю за вас, за вашу жизнь, за вашу безопасность, за ваш отдых. Поверьте, я отношусь к этому небезразлично. Если кто-то может промолчать, то я молчать не буду. Я лучше 350 раз вам, мне кажется, я буду хорошей мамой. Как мамочка, напомните вам об этом, чтобы вы просто не забывали, чтобы вы помнили о том, что беда не дремлет на самом деле, и лучше ее избежать. Пусть она остается где-нибудь там, очень далеко, не касается никого из нас вас, из нас вас, говорю, господи, уже заговаривает. Просто очень устала, в 6 утра приехали, и какое-то, знаете, чувство усталости такое, потому что насыщенные были дни, много всего у нас происходило. Я немножечко такая вымоталась, это забирает много сил, энергии. Ленчик, ты хочешь уже, дети? Конечно, хочу. Меня мучает вопрос, вы когда поселились в отеле, вы на чистоту проверяете? Ну, я посмотрела, у меня был чистый номер. Что случилось, вы посмотрите в эфире. Вилсон, отель Вилсон называется, мы были там. Береженого Бог бережет. Смотрите, эту фразу тоже не все правильно понимают. Объясню. Вот вы говорите, береженого Бог бережет. Бог бережет того, кто сам себя бережет. Понимаете? Если вы будете беречь себя, и Боженька вас убережет. Вот и все. Такие мудрые слова нужно еще правильно уметь трактовать. Я думаю, что мудрые люди, например, те же священники, либо ваши мамы, родители, дедушки, бабушки, точно так же вам смогут объяснить. Иногда какая-то короткая фраза может нам казаться легкой, типа меня Бог убережет, все будет нормально. Нет, друзья, мысль этой фразы немножечко иная. Бог бережет того, кто думает о своей безопасности в первую очередь. Бережете себя, и Бог вас убережет. Поэтому давайте правильно учиться думать и вообще думать. Я себе это тоже говорю. я себя тоже этому учу в жизни. Я тоже раньше ходила в розовых очках, много чего не понимала, много чего не знала. И с опытом, с жизненным, оно вот все пришло ко мне. Меня точно так же и учили, меня точно так же и объясняли. мне просто хочется делиться с вами своим опытом, своими какими-то знаниями. У меня доця твое платье не снимает. Спасибо тебе огромное. Ой, мне так приятно. Успехи ну неплохо. Ты молодчинка, Лена. Спасибо вам большое. Леночка, а вы когда в первый день на попе посреди трассы съезжали где полно лыжников и сноубордистов ехали, вы думаете это правильно? Это тоже неправильно. В тот момент это был первый день, когда я даже с инструкторами не была знакома. И я согласна, что это тоже неправильно. И по трассе ходить, где съезжают лыжники, это тоже неправильно. Поэтому набравшись мудрости, опыта и общения, это вот все, что я вам говорю, это после общения с инструктором. Я поняла, что до меня точно так же не доходило, как, наверное, до других людей тоже. Поэтому я тоже признаю свою вину в том, что на попе съезжать с горки это тоже неправильно. Вот. Поэтому не думайте, что вы меня подловили на этом вопросе. если бы я этого не поняла и не осознала, я бы не подняла бы вопрос. Ты нормальная или нет? Я просто не понимаю. Ты клевая, люблю. Ну, вообще-то нормальная, что за вопрос. Справедливый решает. Умничка, молодая Сеночка. Да, вот именно, я стараюсь быть справедливой. Самое главное, губки всегда накрашенные были. Да, не знакомились там с молодым человеком. Нет, я ни с кем не знакомилась. Мы отдыхали с девочками, и я каталась на лыжах, я хотела научиться и хотела узнать что-то. И поверьте, я привезла из этой поездки гораздо больше. Больше, чем я могла подумать. Я теперь по-другому мыслю, я по-другому на все это смотрю, по-другому реагирую. Я очень хочу вам точно так же вот передать как бы все это. Поэтому, друзья, я точно так же, как и вы, умею осознавать свои ошибки. Так, давайте зафиналим. Я думаю, все все уже прекрасно поняли. Вы у меня все умнички, все молодцы, вам долго объяснять не нужно. Я хотела с вами поделиться маленькой радостью. Я думаю, что сейчас много девочек, просто будет в диком восторге, в таком восторге, в котором была я. Перейдем к самому приятному, что меня ждало по возвращению домой. Где-то неделю назад я сделала заказ на сайте Культ Бьюти. Это английский сайт. Я не заказывала в Инстаграме, я не заказывала там где-то в соцсетях. я заказала на английском сайте, где продается косметика разных брендов. Оригинальная косметика. Простите, пожалуйста, кофе пью, латте. Че раз захватила буржуи, мику пыла. Молодец! Класс! Так вот, все вы знаете такую косметику как худо-бьюти. В своем блоге на ютуб-канале и в Инстаграме я говорила о том, что я ищу одну очень крутую классную палетку с тенюшками, которые выпустила сама худо. Это ее бренд. Девушка очень популярна в Инстаграме. У нее есть свой собственный бренд косметики. Зовут ее худо. Эта палитра теней просто взорвала я не знаю полмира наверное. Особенно всех бьюти-блогеров, всех любителей косметики, новинок и так далее. Там есть новинка такая палитра называется Ньют. Я о ней рассказывала, показывала либо в сторис, либо на ютуб-канале. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь. Филонова влог называется. И я заказала на этом сайте Культ Бьюти эту палитру. И когда я вернулась сегодня домой, я ее распаковала, она была запакована, вот, ну это я уже все разобрала, я думаю понятно, как она была запакована. Хочу вам первыми эксклюзивно представить эту палитру. Я понимаю, что может быть кто-то из вас ее уже видел и смотрел влоги бьюти-блогеров других, ну как бы не меня, может быть кто-то вообще впервые ее увидит, но поверьте, моей радости не было предела. Я очень сильно хочу вам показать, насколько она крутая. Это не реклама, мне никто за это не платил, если бы заплатили, я была бы самым счастливым человеком, потому что это знаете, худо знаменито так же, как Ким Кардашьян, чтобы вы понимали. Открываем. Вот так выглядит. Это она, кстати, изображена, кто не знает. Давайте аккуратненько откроем. Готовы? Здесь идет зеркало, да, у меня стоит телефон, и две баночки боржоми поддерживают телефон. Вот, здесь идет такой вкладыш, сейчас сначала не буду показывать, это нереально красиво, я смотрю на это просто нечто. Вот такая картинка, иногда в бьюти влогах вот так вот подставляют, и приблизительно можно увидеть, какой макияж. Очень классное, классное качество, эта пленочка плотная, она защищает сами тени, и здесь на зеркале есть еще защитная пленка, которую вы потом снимаете, и уже пользуетесь. Давайте же, я не буду вас томить, я вам просто покажу эту красоту нереальную, вы только посмотрите, какие здесь глиттеры потрясающие, вот эти тени, они кажутся такими, ну типа в пятнышко, на самом деле они безумно красивые, мими, дай же показать, ну пожалуйста, не подбивай меня. Здесь есть консилер, который является основой под эти тени, разные бьюти-блогеры ее по-разному используют, мими, мешают мне, мою девочку, я тебя люблю, ну да, я людям расскажу и покажу, пигментированные тени, да, я не хочу сейчас пальцами это все трогать, потому что я хочу записать отдельное видео, я хочу вам показать отдельно, как они ложатся, качество тут просто потрясающее, чтобы вы понимали, очень круто, они круто растушевываются, они очень-очень красивые, вы только посмотрите на эти цвета, как они переливаются, сейчас я наверное сделаю даже по-другому, сейчас, так, где она, тут, господи, вот, вы просто посмотрите, какая красота, это глиттеры, которые переливаются, видите, вот эти тени очень красивые, они нереальные, сейчас вот капочку вам только чуть-чуть, так, вот, если увидите, посмотрите, какое сияние, вот, чуть-чуть эксклюзивно вам просто покажу, сейчас, так вот, это очень красиво, девочки, но, это, вообще, цвета, вам просто не передать, я эту палитру ждала и хотела в Милане, я обошла все магазины Sephora, Sephora, как называют в Париже, в каждой стране по-разному, я не могла ее купить, потому что она была просто sold out, распродана, ее нигде не было, я хотела ее заказать, я думала, через сайт Sephora, девочки мне сказали, что, по-моему, в Украину нету доставки, хотя я в этом не уверена, мне кажется, они тоже были не уверены в этом, но, я думаю, на сайте можно ознакомиться, в какие страны они доставляют, но даже на сайте Sephora ее не было, и нашла я ее на Культ Бьюти, на английском сайте, где я заказала, в Украину доставка свыше 40 франков идет бесплатная, если вы там регистрируетесь, там, по-моему, вам еще дается скидка минус 15%, я не рекламирую этот сайт ни в коем случае, потому что, ну, блин, я просто делюсь этой информацией, потому что вы потом начнете спрашивать, Лена, где-то ее взяла, и я вот хочу сразу вам сообщить это, и это еще не все, от Huda Beauty я заказала еще вот эти кисточки, которые созданы специально для этой палитры, для этих теней, их вообще там, по-моему, три, но одна была с таким каким-то странным носиком, я не знаю, с чего она сделана, ну, типа, она имитирует как бы палец, но на самом деле нет, но это как бьюти-блогеры рассказывали и пробовали, та кисточка, вот, кого я не смотрела, не очень понравилась, были довольны вот этими двумя кисточками, поэтому я вот именно вот эти две заказала, видите, они запакованы, они невинны, я их еще даже не пробовала, они тут подписаны, что для глаз, для смоки-ай, для растушевки, вот, как бы, очень классная, вот здесь вот надпись, вот эта, она такая, как выпуклая, очень приятно к ней прикасаться, кисточки я еще не пробовала, я это все хочу записать в отдельном видео, чтобы вы видели, как ложится качество, как растушевывается, как ведут себя тени, ну, качество, ну, вот вы видели, я чуть-чуть прикоснулась, и они уже невероятные, просто, и я заказала еще вот такую кисточку, в которой можно наносить румяна, хайлайтер, или же где-то припудрить какие-то, вот, ну, может, не все лицо, но мне кажется, удобно, там, допустим, где-то вот здесь, там, носик, или подбородок, в общем, на самом деле, кисти вы можете использовать, как вы хотите, не обязательно придерживаться каким-то правилам, я считаю, что в макияже не должно быть прям супер каких-то правил, мне, ну, конечно, нужно обладеть техникой, нужно уметь это красиво все делать, растушевывать, я не говорю, что я там какой-то супер-пупер специалист, есть девочки намного круче меня, с разными внешними данными, у которых это еще даже на лице может лучше и круче выглядеть, чем на моем, все может быть, и каждый воспринимает как бы мои мейки по-своему, кому-то нравится, кому-то нет, ну, это уже такое дело личное, в общем, еще раз показываю вам эти кисточки и показываю вам эту палитру уже в закрытом виде, это моя долгожданная покупка и мой долгожданный такой подарочек к Новому году, я очень хотела, причем доставка мне была бесплатная, на сайте, как я уже говорила, сделали скидочку при регистрации, я очень счастлива, что она теперь есть у меня, я могу нормально снять вам бьюти-влог, и, кстати, у меня есть одна палитра худо-бьюти-тени, которая не оригинальная, то есть копия, а это естественно оригинал, вот, и я еще думала, планировала снять видео сравнение, даже вот просто по качеству, как наносятся, как растушевываются, вот даже вот просто вот сравнить, чтобы вы просто это все прочувствовали, увидели, в общем, девочки, я надеюсь, что я вас как бы, не знаю, порадовала своей покупкой, надеюсь, вы радуетесь за меня, так же, как я радуюсь за себя, надеюсь, я кого-то мотивировала тоже к такому новому приобретению в своем бьюти-гардеробе, я бы это так назвала, к пополнению косметики, косметика с какого сайта, я уже говорила, культ бьюти, вот, поэтому, друзья, я буду заканчивать этот прямой эфир, спасибо большое, что вы были вместе со мной, спасибо, что вы меня услышали, что вы меня поняли, спасибо, что вы порадовались моей новой покупочке, надеюсь, что вам она понравилась, следите за моими видео на ютуб-канале, скоро я вот завтра буду монтировать видео, там, где я на лыжах катаюсь, надеюсь, вам это все интересно будет просмотреть, а следующими видео будут это макияжи, бьюти-влоги, с этой неимоверной крутой палитрой, вы себе не представляете, как у меня руки чешутся, накрасятся этим всем, я расскажу о своих впечатлениях, конечно, чуть больше на ютуб-канале, потому что там у меня есть больше времени, вот, а так, до встречи, спасибо вам большое, люблю вас, не держите зла, просто поймите меня правильно, я ко всем вам отношусь с большой любовью, с трепетом, и правда, с большим переживанием, потому что я за то, чтобы люди были счастливые, любимые, и, чтобы безопасность всегда была рядом с вами, ну, все, всех благ вам, берегите себя, люблю вас, будьте самыми красивыми, и до встречи, пока!